Всем привет, это Мишаман и в этом ролике я бы хотел вам показать одного из персонажей, которым играл в этой лиге, а именно чемпионом с тотемами вождями варьетков или варьев тотемы. Давайте не будем долго тянуть и посмотрим как он примерно выглядит и заодно я расскажу о том как персонаж в принципе работает. Для начала это чемпион, супер простой и приятный выбор для данной лиги в плане подкласса. Куча дефенса, довольно много офенса, геймплей максимально удобный, мы ставим тотем один и для дополнительной зачистки мы используем зов сталь или call of steel. То есть фактически как-то происходит, если есть какая-то рарка, потом делать несколько ударов, добиваются стаки импейла, то есть прокола. А потом мы этими стаками с помощью зов сталь взрываем в паке монстров. Вот, примерно так это и работает. Не знаю, давайте попробуем босс найти. В принципе персонаж 96 уровня и он чертовски танковый, плюс урона хватает на любой контент в игре даже сейчас, хотя у меня пушка далека, очень далека от идеала. Как вы видите, мы спокойно бегаем через все что угодно. Вот, а вот и босс. На боссы мы ставим сначала два тотема варчифа, потом ставим два тотема протектора и вызываем вал тотема. Вот. И босс довольно быстро отъезжает. Для Т-14 карты урон уже достаточно достойный при той выживаемости, что есть на данном персонаже. Если честно, я не хочу дочищать эту карту, потому что плей-аут довольно плохой. Ничего нового больше мы не увидим. Урон посмотрели, зачистку посмотрели, в зачистке Клоу Стил Дик помогает, не стоит его игнорировать. Ну вот, пробежимся быстренько по шмоткам и по основным способностям на данном персонаже. В первом шестеринке у нас здесь самый важный это варчиф с вал варчифом. Дальше у нас идут саппорты на физ дэмэдж, урон здесь у нас чисто физовый. Рутлесс, милифизикл, маунт страйк, бруталити и клоуз комбат. Вот такой вот у нас сетапчик. И при этом, как вы можете заметить, у нас здесь нету камня саппорт, типа на прокол, да, на импейл. Потому что он довольно плох после нерфа. Вот, и мы набираем 100% шанс прокол или 100% импейла с помощью ветки. Вот, и всего остального. Об этом поговорим более подробно позже. Второй по важности у нас линк идет от Ancestral Protector, который бафает наши тотемы и сам по себе носит довольно много урона. Вот, он стоит с мульти тотемами, милифизикл, маунт страйк, бруталити. И шестым линком у нас здесь будет, скорее всего, тоже клоуз комбат. Вот, либо то, что будет, ну, ситуативно лучше по дэмэджу, по паттенбилдингу. Вот, опять же, то, как это работает. Мы сначала ставим два пенька на босса, потом мы ставим два других пенька на босса. И то у нас четыре тотема. Вот, может быть, два таких, два всяких. И если есть необходимость еще увеличить наш урон, мы ставим ваал версию после этого наших основных ворчих. Вот. Дальше. Из-за у нас есть баннер на МПЛ. Также у нас есть Blood and Sand для урона. Flash and Stone с меймом в связке. Вот, и это нужно для того, чтобы, если враг находится вот внутри радиуса действия нашей Ауры и Flash and Stone, и за счет того, что у нас есть мейм-саппорт, то враги получают на 10% больше физического урона. Вот, поэтому нам нужно, несмотря на то, что мы стоим, держать довольно близкую дистанцию, да, то есть не выходить из вот этих вот там полэкрана, что у нас есть от босса желательно. Но, опять же, этим можно пренебрегать в случае какой-то опасности. Determination на броню и Pride на физдэмэдж. Вот. Дальше. Shattering Steel мы используем только для того, чтобы получить зов стара. Как мы уже видели во время маппинга. Для перемещения используем Flame Dash и Smoke Min. Суперудобная комбо. Несмотря на то, что Smoke Min там подзанерфлен и все такое, она действует практически 5 секунд. То есть мы кидаем, и 5 секунд мы просто быстрее перемещаемся. В общем-то, довольно удобная фишечка. Довольно удобная фишечка. Что еще? Ну, здесь у меня просто уровень у него довольно низкий. Чем выше уровень, тем дольше он есть. Вот. КВДТ Molten Shell. Molten Shell супер силен с большим количеством брони. А брони у нас 26,5 тысяч без банок. Под банк и Ланс Роу, который нам еще дема ждет 35. А когда рядом там враги, то мы получаем довольно хороший баф. Все это дело. Вот. Ну и под Molten Shell тоже у нас порядка 40 тысяч становится. Interim Cry на левой кнопке с нодом Call to Arms позволяет нам генерировать заряды на боссе. В принципе, можно от этих двух нодов отказаться и взять еще немного урона. Дальше по ветке. Мы сначала в первой лабе берем, ставим с чемпиона, берем Мастеров Метал для дополнительного урона от импейла. Ваши тотемы могут импейлить, если они атакуют вашим оружием. Вот. Как в данном случае. Потому что много кто спрашивал, много кто задавал таким вопросом. А могут ли мы тотем импейлить? Да, конечно. И этим мы активно пользуемся, мы поэтому берем чемпиона. Дальше в следующих лабах мы берем Fortify. Потому что иначе в данный момент мы никак в билде через тотемы не можем получить Fortify. И в Уберлабе мы берем Inspiration для того, чтобы уместить еще одну ауру. То, что баннер остается бесплатным. И для того, чтобы остальные ауры получили много мох эффектов. Вот. Супер сильная фишечка тоже. В плане прокачки все довольно тривиально. Мы сначала собираем все ноды по пути к Ancestral Bond. Пока мы его не возьмем. Мы используем Spectral Helix или Призрачная Спираль, по-моему называется. Но играем мы точно так же. Просто двуручные топоры. Ноды на топоры. Ноды на прокол. Ноды на здоровье. Это все наши друзья. В качестве защиты, кроме брони и Fortify, у нас здесь имеются плюс резисты за счет соло стил, за счет призматик скин. И идеальным сценарием является набрать 100% шанса подавления заклинаний вражеских. В данный момент на этом персонаже не успел добрать 100%. У меня под лаской здесь получается 49%, по-моему, да. Во время маппинга. То есть все время у нас такая штука есть. Но эти крафты, вернее не крафты, а эти моды мы можем получать на шлеме, перчатках, ботинках и тушке. Главное, чтобы базы были гибридные. Либо чисто эвэйджен, либо эвэйджен плюс армор. Это важно. Чисто на красных базах ролиться он не может. Вот и если у вас реально хороший гир, то вы можете собрать 100% шанса здесь и так далее. Этот персонаж будет ультратанковый против любых боссов при довольно хорошем уроне. Что еще стоит упомянуть? Естественно, мы используем такие кистованы, как Резолют Техник. Это билд не через криты. И Дивайн Шилд. Дивайн Шилд мы утилизируем как раз с помощью этого чудесного крафта, который дает нам 10% максимального здоровья в качестве энергощита. И во время того, как мы бегаем по мапкам и в нас прилетают физические тычки довольно часто, мы за счет большого значения брони восстанавливаем довольно много энергощита себе. То есть фактически у нас здесь не 7400 хп, а больше 8000 хп практически все время, когда у нас есть ЕС на карте. Но на каких-то больших боссах, например на Сирусе, я обычно его респекал и брал здесь анти-краптинг в булан. То есть эта штука больше чисто под маппинг, не для всех боссов она нужна. Дополнительный дуранчардж, естественно. И джейл и джейл супер важны здесь. Объясню почему. Потому что нам нужно 100% шансы до МПЛ. Нам нужно 100% иметь шанс наложения как раз прокола при ударе. И мы можем это сделать двумя способами. Либо мы не заморачиваемся с джейлами, берем там все подряд, что нам нравится. И берем вот эти 3-поинты, как у меня сейчас здесь взят. Но сами по себе вот эти 3-поинты нам нужны по большей части для того, чтобы как раз добить наш шанс МПЛ до 100%. То есть сейчас мне чуть больше 108, да. То есть больше 100 уже не важно, да, но тем не менее. Но потому что у меня здесь есть шанс ТМПЛ в некоторых джейлах. Идея заключается в том, чтобы на этих 1, 2, на этих 3 получается, да, либо 4 джейлах добить 100% шанса МПЛ и избавиться вот от этих нодов. Потому что они сами по себе, кроме шанса МПЛ, ничего почти не дают. А вместо них мы можем очень много чего взять. Вместо них мы можем взять много урона вот здесь. Мы можем взять регену. Мы можем взять еще здоровье. Мы можем очень много полезных, более полезных нодов найти, чем вот эти 3. И если вы играете на торговой лиге, я бы просто порекомендовал там убить в поиск джейлах со здоровьем, шансом МПЛ и какими-то другими полезными модами для этого билда. Либо физ урон, либо просто урон, либо резисты, да что угодно на самом деле. Вот, чтобы у вас был 100% шанс МПЛ, да, без вот этих нодов, которые совершенно вам особо ни к чему. Вот, довольно сбалансированный в плане защиты билд и в плане атаки тоже. Давайте быстренько перейдем в патт оф билдинг. Его я глобально не менял с тех билдов, которые были под старт. Вот, в принципе, здесь почти все то же самое, но только гир немного там поменял в соответствии с реальными. Вот, и здесь видите как раз вариант, когда уже вот эти ноды не используются, а чисто 100% МПЛ мы добираем с помощью джевов. Вот, так что крайне рекомендую. С более-менее хорошей пушкой, но довольно скромной, да, на данном этапе лиги на 700 ПДПС. Можно получить с вал тотемов без фласки больше 4 миллионов урона по боссу. При том, что этот урон очень стабильный, поскольку билд через тотемов, ну, вы не должны их там прям постоянно перекастовывать. Они неплохо живут, и они, вне зависимости от того, где вы находитесь, все время атакуют босс. Вот, и получается, что это очень-очень солидные цифры урона для подобного билда. Вот, если интересно посмотреть, какие цифры без вал камня, то здесь нет ни другого опца придется. Придется сделать вот так вот, да, потому что, иначе криво показывает, получается там 2.7 с такой пушкой. Ну вот, когда надо, то этот урон, он бустится до 4 лямов. Вот, или 4.5, если вы находитесь под флаской Лайонс Овер. Да, и опять же, если вы возьмете условно Чопу уже не на 700, там, а на 950, если уж реально очень хорошая пушка, то вы получаете еще 20% урона, уже там разгоняете больше, там, около 5.5 лямов, там, под флаской 6 практически, да, и так далее. То есть тут, несмотря на высокую танковость билда, можно еще и урон разгонять довольно-менее кисло. В плане линков, все довольно просто, как уже обсуждали, варчив, протектор, проклятие, вульна на кольце желательно, Flash and Stone, Red Banner, Termination, Molten Shield, Pride, Blood and Sam. Вот, в плане шмоток, кроме того, что уже сказал, мы с полсопрессом, ищем по большей части здоровье и резисты. Из каких-то специфических баз, разве что нам интересны шлем и пояс с элдером. На шлеме с элдером можно наролить, попробовать мод на увеличение физы, там, по ближайшим врагам, как вариант. Либо же не заморачиваться. Пояс довольно важный, я бы рекомендовал всем такой пояс. Это ладербеллт под влиянием элдера с хп, процентом хп, он дает сам по себе нам практически тысячу здоровья. Это очень много для одного слота. Вот, и супер важным и полезным для данного билда является наличие регена на шмотках, потому что в самой ветке, да, мы его не то что много берем. В принципе, на начало вы можете пожертвовать каким-то, либо каким-то здоровьем, да, либо каким-то уроном, например, и взять ноды, которые дают вам регенерацию, да. Блака их по пути тут есть. Тут вот за 3 поинта много регенерации, тут за 3 поинта много регенерации. Вот, то есть это может тоже быть вполне себе таким неплохим выбором. Вот, и да, естественно, на шмотках сейчас довольно сильные моды на регенерацию могут быть. Их можно и нужно искать. И база амулета, марбл амулет, также в этом довольно сильно помогает. Благо нам не нужно сильно заморачиваться с атрибутами. Нам достаточно сотки дексы и какого-то там полтинника инты. И остальное все у нас силы, которые нам тоже дают хпшку. Вот, примерно так это выглядит. Надеюсь, что данный билд вам будет интересен. Если это так, если какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. И заглядывайте в дискорд и на трансляции на твиче. Надеюсь, что я скоро вернусь из командировки. Вот, так что не пропускайте. Покажу фоточки. Вот это вот все. Это был Мишаман. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok